Здравствуйте, Монотехнология и кафедра металлургии, старший преподаватель Султан Газил Шламов Женщик, Пиазжий доктор. Сегодняшняя тема называется принцип построения АСУ автоматизированной системы управления. План сегодняшней лекции построения принципа АСУ, назначение и состав АСУ, экономическая эффективность и применение АСУ. Принцип построения АСУ. Кроме общих принципов управления производством АСУ, должна отвечать ряд основных принципиальных положений, определяющих порядок создания АСУ, а также направления их эффективного использования. В настоящее время принято выделять следующие основные принципы построения, применения и совершенствования АСУ. Первый принцип системного подхода к проектированию АСУ, он состоит в том, что проектирование АСУ должно основываться на системном анализе, как объекты, так и системы управления. Это означает, что должны быть определены цели и критерии для функционирования объекта и проведена структуризация, скрывающаяся весь комплект вопросов, которые необходимо решить, чтобы проектированная АСУ наилучшим образом соответствовала намеченным целям и критериям. В этот комплекс уходят вопросы не только технического, но и экономического и организационного характера. Назначение и состав АСУ. Под АСУ понимается человеко-машинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности. АСУ, создаваемые для управления предприятиями, базируются на применении экономико-математических методов, новейших способов организации процесса управления, современной ЛВМ и организационной техники. Моеволее важной задачей АСУ является повышение эффективности управления сложным производством, в результате которого достигается рост производительности труда за счет совершенствования методов планирования и регулирования управляемого технологического процесса или объекта в целом. При этом важно единство всех сторон АСУ, без которого невозможно добиться желаемого результата. В АСУ можно разделить три тесно связанные между собой части. Системный базис АСУ, системное функционирование в целевом комплекте. Системный базис состоит из организационно-экономического, информационного, технического, математического, программного, лингвистического и организационного обеспечения. Функциональный комплекс содержит взаимосвязанный набор подсистем, комплексов, задач и процедур, ориентированных и на автоматизация конкретных функций управления объектом. Функциональная часть АСУ должна опираться на единые системные базисы, которые обеспечивают любое взаимодействие решаемых задач. Целевой комплекс представляет собой совокупность экономико-математических моделей, обеспечивающих достижения у заданных целевых показателей в любой интервал времени. К целевым показателям промышленных объектов обычно относят качество продукции, себестоимость, производительность труда, объем нормативной части, прибыль и т.д. При разработке АСУ максимальные усилия и затраты требуются для создания системного базиса, который во многом определяет качество и эффективность системного тела. Системный подход к задачам АСУ заключается в устремлении достигнуть общей цели в системном условии, наличие и взаимодействие разных целей функционирования в ее части. Системный подход в особенности эффективен, когда цели функционирования различных частей системы противоречивают, а взаимосвязи между частями естественны и разобразны. Важным понятием системного подхода к процессу управления является критерий эффективности системы управления. Основное требование к нём заключается следующее. 1. Критерий должен численно и в общем виде отражать степень выполнения системной своей основной функции. По критерию можно выявить и оценить степень влияния на эффективность системы различных факторов. Критерий должен быть простым и иметь малую дисперсию. Автоматизация управления предприятием может осуществляться двумя методами. Первый метод заключается в различной всей совокупности проблем. Управление предприятием обособлено задачей, которые изучаются и решаются отдельно. При этом решение, найденное для других задач, вам внимание не принимается. Метод позволяет подразделить совокупность процедур управления предприятиями на такое число задач, которые ограничиваются только усилием достижения наилучшего результата. Основной недостаток метода трудностей в сопряжении разработанных владельцев задач. Недостаток метода проявляется и слава Мулианина в совершенствовании структуры управления предприятием. Второй метод системный заключается в автоматизации систем управления предприятием. Для этого необходимо отдать описание информационной системы предприятия, разделить систему на информационные подсистемы, разработать автоматизированные информационные подсистемы с учетом их взаимосвязями между собой и создать АСУ путем соединения отдельных информационных подсистем. При этом следует иметь в виду, что автоматизация управления по системному методу обеспечивает интеграцию управления предприятием. К недостаткам системного подхода относится большая трудоемкость и длительность создания АСУ. Необходимость изменения сложившейся структуры управления, что предполагает использование научно обоснованных законов управления, высокая стоимость АСУ и трудность точного определения экономического эффекта. Следует иметь в виду, что стоимость высокоорганизационной АСУ составляет до 70% стоимости основного технического оборудования. При оценке эффективности АСУ сложно определить, какая часть экономической эффекта обусловлена непосредственно внедрением АСУ, а какая организационным и техническим мероприятием по совершенствованию производства. Экономическая эффективность применения АСУ, экономическая целесообразность создания АСУ предполагает возможность получения дополнительного экономического эффекта производства, помимо результатов достигаемых при внедрении локальных САУ и неувзаимосвязанных АСУ. Результирующие показатели экономической эффективности АСУ должны превышать нормативность для внедрения ЛОТ в отрасли, что обусловивается дополнительным экономическим эффектом при интеграции управления, достижении новых целей управления, улучшением использования ЛОТ и т.д. Методы оценки влияния АСУ на показатели эффективности производства основаны на процессе внедрения АСУ как составной части плана технического развития и повышения эффективности производства на предприятии, которые воздействуют на элементы производства и управления. Для управления влиянием АСУ определения на прирост выпуска продукции, снижение потерь и удельного расхода материалов и трудовых ресурсов, целесообразно применять специальные методы, математические статистики, модели производства функций, устанавливающие связи между затратами на всех участвующих в процессе производства ресурсов, труда основных и оборотных средств и конечных результатов производства. Создание АСУ осуществляется в плане порядка соответствий действующим положениям, определяющим плановым основным заключением договоров и организациям хозяйственных связей, а также положением поставки и продажи производства на техническом назначении. Основными стадиями и этапами работ по созданию АСУ является следующим. Первое. Предпроектные работы. Они включают в себя технико-экономическое обеспечение, обоснование создания АСУ, предпроектные научно-исследовательские работы, разработку, согласования на утверждение технических заданий. Второе. Технический проект. На стадии технического проекта осуществляется разработка общесистемной документации, решение по информационному, программному и математическому обеспечению, структуру алгоритма функционирования АСУ. Технический проект. Проектно-смертная документация и задание на проектирование смежных частей согласования и учреждений технического проекта осуществления. Технический проект. Разработка рабочей документации. На этой стадии осуществляется разработка рабочей документации на опытный образец, средств автоматизации, его изготовление и испытание корректировку рабочих документаций. По результатам испытаний. Разработка рабочего проекта, смежных документаций и информационные базы. Вот база данных показывает вас. Четвертое. Изготовление и поставка опытной партии средств автоматизации. На этой стадии производить изготовление и испытание средств автоматизации у изготовителя и поставки заказчика. Пятый вывод. Осу действие на стадии осу выполняет работу комплектующих технического обеспечения, строительные монтажи и пуска наладочной работы производит, обучение персонала, подготовка внутрисистемной базы, приема с различными испытаниями и приема промышленной эксплуатации. Так, сейчас будем еще дополнительные видео посмотреть. Продолжение следует... Россия обладает самой разведленной в мире сетью нефтепроводов. Их общая длина больше 50 тысяч километров. Если все эти трубы вытянуть в одну линию, она с большим запасом обогнет землю по экватору. Это нефтепровод в Восточный Сибирь, Тихий океан. Огромные участки проходят по безлюдной местности. В таких условиях все зависит от автоматики. Система контроля, которая обеспечивает бесперебойные поставки нефти и защиту в аварийных ситуациях, разработали специалисты томской компании «Элиси». Автоматизация – технологический бизнес, направленный на снижение роли человека или его полного исключения из технологических и других процессов. Главная цель автоматизации – оптимизация управления и увеличение производительности труда. Сегодня компания «Элиси» известна далеко за пределами России, а начиналось все, как часто бывает в технологическом бизнесе, с небольшой грехоткой на машине. Начало 90-х годов – это великий такой творческий подъем на волне того, что нет партии, новая экономика, можно делать и творить. При этом развитие нечеты, галлопирующая инфляция, соответственно, непонимание о рынках. И в это время мы решили, что инженеры тоже могут заработать своим трудом и создали маленькую компанию, основанную на наших знаниях и голом энтузиазме. Первой крупной задачей, которую «Элиси» удалось решить, была проблема курицы и яйца. Речь идет о проекте автоматизации птицы в фабрике «Калпашево». Сергей Чириков вместе с партнерами-инженерами установил на предприятии систему управления микроклиматом. Виталий для нее покупали на Мехинском рынке Москвы. Птицы фабрика с нами рассчитывалась в основном яйцами. У нее тоже не было механизма финансового, потому что продать яйца им было достаточно сложно. Но производительность у них была хорошая, поэтому мы получали в обмен на свою автоматизацию машинами яйца. Я их сам продавал, потому что у нас не было никаких личных людей, были одни умники. В первую же зиму система автоматизации окупила все затраты, сэкономив в птицефабрике огромное количество тепла. Оборудование безотказно служило 10 лет. С таких птицефабрик начался не один технологический бизнес в России. У меня был разговор с директором одной из птицефабрик, который пожаловался на то, что у него большая проблема с его птицами, с курами. Мы с моими товарищами вычислили, что проблема заключается в том, что когда утром и вечером птичница резко включает рубильник, все это помещение заливается светом, птица начинает себя чувствовать в стрессе, очень нервничать, драться, щипать друг в друга, яйценоска с у них падает. Мы сделали простую вещь, купили примерно за 15 рублей конструктор, электронные часы, которые в доме пионеров дети собирали. На одном из военных заводов мы достали тиристоры, устройство для управления электроснабжением. Собрали это все в одно простое устройство, которое позволяет в определенное время включать и выключать свет неизвестно. И тот эффект, который достигался, он очень понравился птицефабрикам, и мы каждое такое устройство продавали примерно по цене «Жигулей». Основатели «Элиси» с самого начала решили не замыкаться на Томской области, пытались найти заказы из других регионов. Сергей Чириков скучался в офисы крупных предприятий, расспрашивал об их проблемах, предлагал решения. Так началось и сотрудничество с «Братской ДЭС». Приехал в Братск, пришел в приемную к директору, ничуть не сомневаясь, что я умный, что у нас есть прекрасное решение, и начал директору рассказывать то, что мы умеем. Он меня очень внимательно выслушал, а потом сказал, что все, что мы умеем, им не надо. Но поскольку им надо совсем другое, буквально через неделю мы уже заключили договор, чтобы сделать эту работу. Нас проавансировали, и мы пропали практически на 9 месяцев. Когда работа была сделана, руководство ГЭС, полагая, что прибор для автоматизации будет размером с громадную турбину, предложило для его доставки арендовать отдельный вагон. Но, к удивлению заказчиков, несколько контроллеров, составляющих основу системы, легко помещались в обычной станке. Когда мы приехали и за три дня сделали всю эту систему, настроили, и показали их техсовету, у них было второе удивление, потому что никогда раньше у них так быстро ничего не запускали. Они говорят, ну как же так? К нам приезжают люди, живут здесь, мы им парим, варимся, они нам рассказывают что-то. А вы тут приехали уезжать, и мы говорим, так нам же надо деньги зарабатывать, мы же не можем тут у вас так долго жить. Сегодня Элиси – это холдинг с производственными площадками, центрами разработки и проектирования. Здесь работают около тысячи человек. Мы прорабатываем эти решения сперва на бумаге для того, чтобы защитить заказчика от ошибок, защитить заказчика от потери каких-то данных, провести оценку проекта предварительно. Это делается на стадии проекта, прорабатываются основные базовые технические решения, которые потом идут к реализации. Здесь находятся люди, которые закладывают основную идею комплекса, основную идею системы. Причем уникальность этих людей в том, что они, грубо говоря, на чистом поле, в состоянии создать комплекс, который реализует лиционал заказчика, который ему необходим. Только на одном этаже инжинирингового подразделения Элиси работают около 20 человек. А ведь в первые несколько лет существования компании таким был весь ее штаб. Но потом Элиси начала работать с транснефтью. Успешный опыт автоматизации потоков жидкости на гидроэлектростанции привел технологов к мысли, что похожие решения можно предложить компании, которые обслуживают российские нефтепроводы. В течение года полутора мы вообще не имели ни одного контракта с транснефтью. Мы просто тратили деньги братства на то, чтобы входить в транснефтью. И потом у нас уже появился первый заказ в центре седневки проводи в нашей области. Мы поставили свои контроллеры. И после такой серьезной суровой зимы 1995 года они весной все контроллеры начали отказывать, потому что половина элементной базы была российской, половина элементной базы была уже импортной, была качественной. И российская элементная база посыпалась. Так закупки на Митинском рынке сыграли с Элиси злую шутку. Компания решила за свои деньги заменить повышедшие из строя плосы. Это едва не поставило Элиси на грань банкротства, зато укрепила ее авторитет. Компания переориентировалась на импортные компоненты для микросхем. После этого продукция Элиси стала гораздо лучше, приспособлена к суровому российскому климату. Сочетание высококачественных компонентов и собственных инженерных решений сделало компанию особенно привлекательной на рынке. Там, где приборы зарубежных производителей отказывались от перепадов напряжения, низких температур, а порой и банальной халатности, приборы Элиси работали надежно. Наши контроллеры, наше программное обеспечение эксплуатируют уже порядка 20 лет. Срок службы оборудования, для примера, приведу 10 лет. Но наши системы стоят на некоторых объектах, в Краснодарском крае, на механизации нефтепровода, которые эксплуатируют уже 12 лет, и их менять никто не хочет, потому что они работают и работают, и функционал обеспечивают. Автоматизация и сейчас остается главным направлением работы Элиси. Ее основной заказчик – Трансмит. За последние несколько лет специалисты Томской компании заменили на российских сертипроводах всю автоматику, установленную еще в 70-е. Причем сделали это так, что процесс перекачки нитки не останавливался ни на минуту. Мы создаем комплекс и систему, которая позволяет организовать всю цепочку от диспетчера, оператора, который находится в теплом помещении в крупном городе, до удаленного объекта, и помогаем ему отсюда закрывать задвижку в случае, что сожжение чего-то, реагировать на какие-то нештатные ситуации, выполнять какие-то регламентные работы. То есть, самим объектом управления, задвижка, которая стоит непосредственно на трубе, в тундре, в снегу и так далее. В списке клиентов Элиси, кроме Транснефти, новый терминал по перекачке жиженного газа в Кемрюке, нефтеперерабатывающие заводы. Впрочем, только нефтегазовой отраслью Сергей Чириков решил не ограничиваться. Они всегда на полшага впереди. Второе, если говорить о Элиси, то они гораздо шире сегодня представлены за пределами России. И я думаю, что вот этот крен, который сделала компания в последние 2-3 года, даже, наверное, последние 5 лет, на диверсификацию своего бизнеса, оно тоже повысило устойчивость. Сергей Чириков построил серийное производство электроники, на базе которого компания стала выпускать новые приборы. В кооперации с немецким производителем делают электрические скальпели и готовятся выпустить на рынок еще несколько медицинских приборов. Это высокочастотные аппараты для общей хирургии, для эндоскотической хирургии. Кроме того, ультразвуковые аппараты для лечения ран, для лечения каких-то обновлений, для какого-то хирургического вмешательства. То есть, в общем, это электрохирургия. Стартовав как инновационная компания, Элиси и сегодня занимается поиском и разработкой новых уникальных технологий. Благо, в Томске для этого есть возможности. Город известен своими университетами. Здесь каждый пятый житель – студент, научный сотрудник или преподаватель. Секрет в той среде, в том воздухе, в котором напитан и пропитан Томска, Томская земля. И его составляющие определяет это очень мощный развивающийся научно-образовательный комплекс, центром которого являются старейшие университеты России, 6 университетов, где учатся почти 100 тысяч студентов. И это инфраструктура инновационного бизнеса, то есть это бизнес-инкубаторы, технопарки, центры коммерционализации технологий, трансфера технологий, венчурные фонды, которые, собственно, помогают человеку с интересными идеями сделать эти идеи доступными рынку. В кооперации с Томским госуниверситетом и Роснано Элиси создала компанию, выпускающую оборудование для производства защитных покрытий, тонких плен, которые защищают металл от ржавчины и улучшают его свойства. В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники Холдинг открыл капитру электронных систем, где готовят инженеров для собственных предприятий. Капитализация Элиси по оценке ее руководителя достигла 5 миллиардов рублей. Бизнес состоялся вопреки всем условиям. Приходится все время расталкивать что-то, приходится бороться, потому что приходится доказывать свою состоятельность, потому что все-таки есть эта ситуация в России. Мы сильно любим не свое. Нужно быть в чем-то уникальным, не исключительно. Не обязательно в цене, а вот в чем-то. А вот у меня все-таки лучше. Тогда будут с тобой разговаривать. Так. Продолжаем дальше. вопроса канта сама контроль не грозил три первое назначение и состав асу основные принципы построения применения асу экономическая эффективность применения асу состав назначение структурная схема стадии этапы создания асу и информационное обеспечение на математические программные обеспечения правого обеспечения техническое обеспечение назначение основных характеристик применяемых микропроцессор это список основной литератур спасибо для создания сегодняшнего видео закончено